Четыре месяца кошмара. Виктор Огнёв уехал из Бийска 28 июля. С собой только летняя одежда. Работать должен был до 15 сентября. Сегодня в маленьком таёжном посёлке Датта, где он находится, уже лежит снег, а за окном минус 15. Но обещанное от работодателя деньги на обратный билет и зарплату он до сих пор не получил. Его жена Оксана, мать троих детей, вынуждена ждать кормильца с ненавистной вахты, брать деньги в долг на жизнь и обивать пороги компании, которая должна вернуть мужа домой. Часть в Кенаду отправили людей, часть в Дату. И вот у меня конкретно в Дате находится. И как-то вот это всё они теперь бросили, всех своих работников, и перепирают, что никто никому не должен. В подобной ситуации оказалось несколько десятков бийчан. Директор компании «Глобус Турстрой», которая отправляла вахтовиков в Хабаровский край, заявляет, что не может вывезти своих работников, потому что сам два месяца не получает денег от принимающей стороны. Как нам удалось выяснить, сегодня пятеро бийчан, работавших в Кенаде, получили деньги на обратный билет. Однако ещё пятеро остаются в Датте. Мы, по-моему, вынуждены были устроить другую фирму, чтобы заработать себе на билет и улететь. А он нам ничего не посылал. Те же бийчане, кому родные выслали деньги, чтобы вернуть их домой, по возвращении боятся открыто обсуждать с журналистами проблему. Один из них согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности. «Нам тоже до сих пор не заплатили. Я приехал. Нам два раза дали по пять тысяч подачки. Если говорить простым языком, то там какое-то кидалово идёт. Нас кормят завтраками. Но, как говорит Солодовников, ему не перечисляет деньги Москва, поэтому он нам не платит». Два дня назад Юрий Солодовников пообещал нашим новостям, что закроет все долги до конца этой недели. Мы обязательно продолжим следить за развитием ситуации и вернёмся к этой теме в других выпусках. Артемий Панченко, Евгения Ежутова, Андрей Сегаев. Наши новости.